Микрорайон «Известия». Раньше он ассоциировался, пожалуй, только с санаторием. Сегодня, кроме здравницы, здесь расположены десятки частных домов. И их становится все больше. Поэтому и контроль за этой частью Адверского района должен быть особым. Так владельцы автомойки должны дать ответ, куда деваются стоки. Если экология страдает, мойки здесь не будет. Впрочем, у хозяев некоторых частных домов задач не меньше. Территория вокруг и внутри дворов требует срочного благоустройства. Хотя они и не входят в так называемую зону гостеприимства, порядок должен быть общим для всех, настаивает глава Сочи. Эти санитарии здесь быть не должно. Буквально всю эту территорию дать им 10 дней, привести в порядок, привести сюда архитектора-организатора, пусть он им расскажет. Есть претензии и к санаторию «Известия». На закрытой охраняемой территории полуразвалившиеся бараки, мусор, следы пикников. Замечания и к местам вокруг здравницы. Неухоженные обочины, давно нечищенное русло ручья. Порядок на улицах придется наводить совместными усилиями. Санаторий – все, что расположено в 10 метрах вокруг территории. Да и обитателям частных домов напомнили, чистота улиц и дорог тоже зависит от них. А я говорю, нет денег. Это не говорит о том, что рук нет. А если есть руки, организовались и вычистили. Собрали, начали, потом пришли по квартирам, по домам и сказали, друзья, это наше общее, ну-ка давайте убирать. Тем, кто готов наводить порядок у себя на улицах, власти будут помогать. Найдут эффективного подрядчика, проконсультируют при создании управляющей компании. Но, напоминает глава города, ответственные за благоустройство несут все, кто живет в микрорайоне. Через 20 дней Анатолий Пахомов намерен вновь побывать здесь, проверить, что сделано. Ольга Десятва, телекомпания, ФКТ.